Мне написали, что она сегодня уехала в область. Чтобы мне вам было показать наш дом. Дом деревянный, 28-го года постройки. Данный дом имеет частичные удобства. Нет горячей воды, нет газа. В частности, в моей квартире есть газ, потому как мы проводили в частном порядке от соседа, который сам на свои средства проводил газопровод. Мы просто под ним, поэтому нам это не так дорого стоило. А так во всем доме нет ни газа, ни горячей воды, ни ванн, ничего нет. Мы летом, когда, как бы скажем так, возможность, моемся на крыльце, потому что, как бы скажем так, ходить в баню, ну, наши городские администрации так сетуют и ратуют за жителей, что в свое время баню на Северной была, короче говоря, напродана частным лицам, а частным лицам невыгодно. Когда люди ходят, как бы скажем так, ну, там же у нас пенсионеров очень много, и когда эти пенсионеры или кто-то, как бы скажем так, как социальная категория жителей идет и не столь, ну, то есть не по коммерческому тарифу, им, естественно, это невыгодно. И, собственно говоря, я хочу сказать, что вот наша администрация, вот они возводят такие дома, говорят красиво, что, то есть там все комфортные условия, все замечательно и прекрасно, но почему-то нас, про нас забывают. Я не хочу жить вот в таких вот условиях, я не хочу оставаться вот как в такой, в таком жилье, почему? Потому что, ну, потому что мы в 21 веке живем, и потому как все-таки должно все решаться по-человечески, а не так, как у нас делается. Кому-то, значит, кто-то будет рапортовать, опять же, кто? Та же Светлана Юрьевна, та же, те же городские власти будут хорошо говорить, как они много возводят квадратных метров жилья, но при этом почему-то они не говорят, сколько квадратных метров и сколько людей при этом они сделали несчастными. Это жители и Лыбецкая магистраль, это и Кулибина, это и вот наш вот квартал, это и Северная. И поверьте, у всех одна беда. Я сейчас не только за себя, за свою семью, за своих детей, я сейчас вообще хочу просто привлечь внимание к тому, чтобы у нас в городе вот эта вот мафия наша строительная, она была, как бы, скажем так, ну, пора уже, хватит уже, на место надо всех ставить, и чтобы все-таки законы у нас соблюдались. Кстати, хочу вам сказать, что те же застройщики, которые сейчас у нас строят, они же застраивали и Кулибина, где так же люди были против, где так же все было, как бы так, это и там, как варвары пришли, все наделали, настроили у людей. Вот если проехаться посмотреть, там вообще, ну, надо же вот. А вообще, я хочу сказать, у нас вся политика, которая, администрация, которая ведет, строительный департамент, управление архитектуры, которое возглавлял в свое время маханьку Олег Витальевич, вот, я хочу сказать, у него очень тесные связи, опять-таки, вот буквально на этой неделе прочитала о том, что в коммунарии застройщик, который незаконно строил, построил дом, Сергей Русаков, они там миллион, там, платить или не платить, и вот, в общем, короче говоря, суть-то в том, а это ничего удивительного нет, потому что сидел в начальниках, которого назначал Шохин Андрей Станиславович, сидел Олег Витальевич Маханько. Олег Витальевич Маханько непосредственно с Русаковым, Сергеем, не знаю, как его по-батюшке, он, если посмотреть данный Егрюл, в нескольких фирмах является соучредителями. Ну, о чем говорить? Если было такое дело, когда с тем же Юном, с тем же Ручием, с тем же Балясовым, по-моему, там, вот, они, у них общие коммерческие интересы, и когда вот это все, и потом смотришь, как у нас в городе втыкают, не строят, а втыкают, якобы улучшая облик города, вот эти вот высотки, а потом, когда смотришь, кто это строит и кто, как бы, скажем, дает добро, честно, очень грустно и печально. Вот это все нужно нарушать. Нужно нарушать, потому что так не должно быть. Ну, не должно такого быть. Они почему-то сами не хотят вот в таких квартирах жить. Нам уже городская администрация давала несколько ответов. То нас расселят до Нового года, то до февраля, в конце февраля, то еще когда-то, то до июня. Время идет, мы остаемся при всем при этом, а никто ничего не делает. Вот и все. Ну, я сейчас вот своим вот этим вот, как бы, скажем так, шагом, опять-таки, поверьте мне, то есть человек, который вот так вот выходит, это выходит не потому, что у него что-то с головой не в порядке или что-то. Это люди, которые приходят сюда вот, когда уже все, уже, понимаете, вот уже довели до такой степени, что уже просто вот, опять-таки, своими отписками, своим игнорированием, своим наглостью, своим унижением, когда какие-то вопросы решаешь, бьешься, 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 как рыба об лед, а не как. Вот. И вот это, вот это уже вот такой вот шаг к тому, чтобы, да, я хочу привлечь внимание, да, я хочу как бы так это. И поверьте мне, я отсюда не уйду до тех пор, пока Светлана Юрьевна Орлова со мной не встретится. Почему? Потому что, ну, все, по-другому уже, вот, ну, никак. Хорошо.